Ничего не гарантирую, главное быстро. Так, Катя, ну что, поехали? Да, поехали, да. Я просто поиграю. Да-да-да, играй, играй, играй. Катя, ну что, поехали? Вот так вот пригласишь серьезного музыканта в юмористическую передачу сниматься, и он дай тебе прямо весь репертуар, который в руках, выдаст, и вот о чем теперь спрашивают? Все же ясно, все же понятно сразу, с кем имеем дело. Катя, это лишь малая часть. Я не сомневаюсь. Но она очень мне нравится, эта часть. Да? Да. Очень хорошо, это прекрасно. Поэтому я решил с нее начать. Отлично. Ну, расскажите о себе. В двух словах. Можно не распространено. Геннадий Крутиков. Крутиков, Геннадий Крутиков. Запомните, господа. Работаю в российском национальном оркестре, лауреат международного конкурса имени Кусевицкого, первого, в 95-м году. Участник ансамблей разных каких-то концертов, сольных иногда. Слышали, знаем. Да. Да. Вот. Ну и просто очень люблю музыку. И? Просто хороший человек еще, забыл сказать. Так, ну хорошо. Переходим тогда, значит, к делу. Ты хочешь начать с серьезной части и рассказать нам о контрабасе или с несерьезной? Как тебе больше нравится? Конечно, серьезной. Серьезной? Контрабас Гаспаро де Сало, он стоит за пуленепробиваемым стеклом, на котором написано 1550 год. Вот. Исторический такой бас. И я, честно говоря, очень мало отличий вижу в корпусе. Ну есть тот же корпус, формы те же. Ну да, может быть, на нем было несколько, другое количество струн. Три там или пять. Ну пять, конечно, не было. Но количество струн менялось, в общем, исторически. Но, в принципе, вид, общий вид, он так же и сохранился за эти 500 лет. А что было до этого, честно говоря, очень... Ну да, это интересно, многие этим увлекаются. Но я затрудняюсь особо вникать в такие дали. Я понимаю, что первый музыкальный инструмент вообще была флейта. Отлично. Вот. И от нее все пошло дальше. Но, конечно, не считая барабана, который просто барабанил. И как бы... То есть контрабас, в принципе, от флейты? Нет. Нет. И, то есть, как сказал Шерлок Холмс, когда я вижу каплю воды с помощью детективного метода, я могу сделать вывод о существовании океана. Также вот, когда мы смотрим на скрипку или там, мы можем сделать вывод, что есть другие инструменты. И так же, как все начиналось, собственно, начиналось с каких-то однострунных, может быть, инструментов. В принципе, я думаю, они были щепковыми даже сначала. Но это, я не знаю, это моя гипотеза. Например, гитара, там вот балалайка, все, что от этого идет. И дальше уже как бы появились виолы. Они стали укропняться. Хотелось какого-то гармонии большой, чтобы звучал ансамбль. В ансамбле всегда требуется несколько... Несколько озвученностей разных голосов. Но вот от этого все и пошло. Я так думаю, флейта, она родоначальник другого совсем класса инструментов. И там... Может, было подумать. Смотрим мы на саксофон и видим флейту. Ой, ну это прям нужно известное воображение иметь, чтобы глядя. Как ушел на фонс, да. Короче говоря, контрабас существует давно. Но модификаций у него было много. Но в принципе, общий принцип оставался прежним. Разные струны. Струны были жильные. Струн было три. Их настраивали по терциям. Потом настраивали в венском строе. Настраивали по-разному. Переделывали колки. Они раньше торчали. Потом изобрели вот этот крутящийся механизм с шестеренкой. Потому что тяжело очень было крутить. Потом изобрели струны металлические. Но это позже. Изобрели пятую струну. Вот эту вот поставили. Потом есть контрабас с такой высокой. Называется extension. По-русски это удлинитель. Короче говоря, четвертая струна продлевается. В 19 веке изобрели. Ну, в общем, все делалось для того, чтобы был полноценный оркестр. Чтобы звучало. Ну, я так думаю вообще, что это все по модели хора. Потому что все-таки пение, оно возникло раньше. Ну, там тоже сам сопрано. До флейта еще. Да. Тенора, альты, басы. Здесь басы. В общем. И оркестр вот так развивается потихонечку. И от барокко, и дальше. Классицизм. Там романтическая музыка. Все укрупнялось, укрупнялось. Про оркестр могу сказать очень много. Мы сейчас коснемся. Можно уточнить. Значит, из чего, допустим, просто если подходить к конструкции инструмента, из каких частей он состоит, из чего его делают, бывают ли варианты. И вот у вас еще такая вот палочка интересная. Вот это непонятно, что это вообще не ясно. В общем, так. Из чего его делают, я не знаю. Ну, это что? Это железо. Это дерево. Это дерево, конечно. Какое дерево? Это знают мастера контрабасовые. Я просто играю на нем. Нет, ну нам простым людям вообще неведомо, из чего делают. Я слышу звук, который получается. Есть резонирующая дека задняя, вот она, которая дает звук. Между верхней декой и нижней находится палочка, специальная душка, которая не видно. И так и получается звук, собственно. Вот это какой-то ящик просто сам по себе. Который... Вместительный. Резонирует, да. С помощью ящика, кстати, даже сейчас солисты, когда выступают, им не хватает громкости. Они ставят контрабас на большой ящик, когда солируют перед оркестром. Это виолончелисты тоже так делают. И инструмент начинает звучать в три раза громче. Ну, то же самое, резонанс. Струны. С чего он сделан? Вот под грифник. Он закрепляется. То есть он нужен для того, чтобы к нему крепить струны. Струны лежат на подставке. Подставка – это очень важная часть, как душка. Вот если душку, например, сдвинуть чуть-чуть, то звук совершенно меняется. А душка – это просто такая распорка между двумя деками. Ну, то есть в ней самый смысл именно настройки звука. Если она стоит правильно, то звук ровный. То есть струны звучат равномерно. Нижняя, верхняя – одинаково по громкости. Если ее чуть сдвинуть, то будет провал. Все, дальше что? Дальше шея. Очень нежная часть. Иногда ломается. Очень опасно ее наберечь. Это в каких-то особо жестоких руках она ломается? Ну, в самолете бывает при перелетах. Я поэтому не летаю с контрабасом никогда. И если надо, я прошу, чтобы мне там выдали контрабас. И, собственно, я вот на всех контрабасах играю. У меня уже привычка образовалась, что я беру незнакомый инструмент и быстро очень привыкаю. Ну, это профессионализм, мягко скажем. Ну, некоторые всю жизнь на одном играют. И не могут. Для них сложно. Да, мы знаем такие случаи. Голова должна быть довольно тяжелой обязательно. Почему? Ну, я не знаю, но почему-то это очень влияет на мощность звука. А, да? Именно вот размер, вес вот этой вот части сложно объяснить. Хорошо. Сложно. Если она массивная и тяжелая, то почему-то контрабас звучит ярче. То есть это как хвостик у арбуза, правильно? Наоборот. Наоборот? Почему наоборот? Если ты увидел, что хвостик... Ну, в смысле, по хвостику можно определить, хороший арбуз или... Я вообще не знаю, как определить на глаз. Я не умею. Это надо послушать. Нет, смотри, как ты определишь, хороший контрабас или плохой? Ой, как сложно. Ну, тебе что-то выдали. Как ты понимаешь, он хороший или плохой? И что тебе для этого нужно делать? И как себя надо настраивать? Ну, сначала просто вот так вот сыграть несколько нот. Если резонирует ли он, отдаются нижние частоты. Бывает слишком металлический звук. Бывает... У всех контрабасов разный совершенно звук. Вот этот наиболее старый контрабас из тех, которые я сюда принес. Он французского мастера. Там, конечно, очень пафосное имя написано внутри, но, по-моему, это подделка. Поэтому я не буду говорить, кому... Так, но это влияет на звук? Имя? Так или иначе, да? Подделка или там написанное имя? Нет, бас очень хороший. Звучит хорошо, равномерно и удобно, и красиво. То есть полный такой звук у него. Так, про смычок можно рассказать? Ой, я раскрыла все карты. Да, смычок. Ну что ж, смычок – это неотъемлемая часть струнного инструмента. Струнного смычкового инструмента. Потому что струнный инструмент Ват Щипкова еще там играет пальцами, медиаторами. Ну, смычок создает звук. Вот проводим по струне. На волосе есть зазубрины специальные. А что, почему волос? Вот расскажите про волос. Волос конский. Конский. Прям настоящий конский волос. Да, да. Я думаю, что… Короче говоря, были лошади. Их было много. Решили как-то их использовать по-иному. И вот я так понимаю, что возникла такая мысль, что нужен был волос. Нужно было чем-то эту струну раскачать. Волос имеет зазубрины, какие-то микрозазубрины, которые еще намазываются канифолью липкой. Особенно для контрабаса. Она самая липкая. Это делается для того, чтобы она захватывала, да? Потому что очень толстые струны. Да, толстые струны. Если это будет мало зазубрина, когда они будут маленькие, то струна не сможет раскачаться. Особенно когда имеется в виду пятая, она самая толстая. Красота. Да, и тут, конечно, нужно много волоса и много канифоли. А можно вот уточнить? Все-таки традиционный контрабас, он со сколькими струнами? Я могу так сказать. Сейчас в оркестрах, сейчас без пятой струны уже никто не может ничего сыграть. Правда? Да. И это началось очень давно, уже в середине 19 века появилась даже эта вот подставка. В Германии ее изобрели, надставка. А пятая струна еще раньше появилась на контрабасах, вот эта самая нижняя. Но не все ее использовали. Причем русские композиторы даже вот конца 19 века просто в паузах писали, а сейчас контрабасист перестраивает нижнюю струну на звук ре. Серьезно? Да. И я, например, у меня был момент, когда я научился считать количество оборотов колка и потом обратно возвращал в паузе. Но это было случайно, потому что не было пятиструнника там в этот момент, и не на чем было сыграть нижнюю струну. А было такое сольное место, и надо было обязательно сыграть ми бемоль. Это была опера «Чио-чио-сан». Ой. Там в конце есть такой момент. Сольный ми бемоль у контрабаса. Короче говоря, пятая струна теперь необходима. Она очень нужна. Ее начали использовать... Ну, вообще у Бетховена даже в партитурах попадается, но считается, что он не рассчитывал на нее. Он писал просто виолончельную партию. И она как бы трансформировалась почему-то вот в контрабасовую партию, потому что они играли по одной партии, виолончелисты-контрабасисты. Причем эти виртуознейшие пассажи бетховенские контрабасисты обычно упрощали. До трех нот. Потому что на тех контрабасах с жильными струнами все это сыграть было невозможно. И кто во что гораст. Кто просто сокращал количество нот, кто играл сильную долю. Ну, это на самом деле очень... Много хитростей. Да. Сейчас мы о них помарим. Потом уже появилась Берлиоз, Вагнер и Рихард Штраус. И уже понеслось Шостакович. Вот один из самых любимых композиторов. И он применяет пятую струну, ну, постоянно. Причем у него огромный состав оркестр всегда заявляется. Он даже вот на второй виолончельный концерт в партитуре написал 12 контрабасов. Добрый человек. Это аккомпанемент. Именно поэтому виолончелисты умирают после исполнения. Потому что перекрыть звуком 12 контрабасов в принципе невозможно. Ну, я не знаю такого оркестра, где бы сейчас было 12 контрабасов. Есть только их приглашают. Есть дирижеры, которые следуют партитуре. Есть такие, которые ищут какие-то... А вообще сколько в оркестре контрабасов? Вообще стандартно 8. 8-10. БСО, например, 10. Большой симфонический. Малый симфонический. Это 6. Сейчас идет тенденция к сокращению вообще составов. Потому что, во-первых, громче стали играть. Во-вторых, денег не хватает. А громче стали играть почему? Это стали более хорошие инструменты? Мускарство растет. А, растет. Очень, да. Сейчас такая пора расцвета контрабасового искусства. Я бы так назвал ее. Так, можно поподробнее? Ну, люди играют все лучше и лучше. Да, и во всем мире это видно. И на ютубе есть записи, и конкурсы, которые проводятся. Уровень сильно повысился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сыграть Шостаковича на пятой струне. Сыграй, пожалуйста, Шостакович. Я как раз хотела спросить, можно ли проиллюстрировать тему пятой струны? Ну вот, вон они. А там сложные. Я занис. А ты долго не играй. Ты сыграй кусочек. Оля сыграла три ноты. Это очень сложное произведение, и я его очень люблю, но оно очень тяжелое. Так. Это 14 симфония. Она целиком посвящена смерти. Ясно. Это вот нигде ветер волосы спутал, и горит ее взгляд. Написал Шостакович в больнице эту симфонию. Очень она тяжелая и очень интересная. Ее можно слушать каждый раз и что-то новое все время открывать. И играть так же. Вот чем отличается серьезная, интересная, настоящая музыка от легкой. Не серьезная, не интересная. Легкая музыка, она с первого раза тебе понравилась, второй раз слушаешь, уже как-то надоело, и все. Третий раз уже не хочется. И играть. А серьезное такое произведение, его как бы открываешь каждый раз заново все время. И вот в этой симфонии он просто вот пир такой пятиструнного контрабаса устроил. Во-первых, потому что там только струнники играют в этой симфонии. Он написал ее для оркестра Баршая. Мне рассказывали, что Баршая уже задолго до премьеры, он приходил и говорил, что будет скоро симфония для нашего оркестра. Готовьтесь. И она появилась. И она появилась, она очень сложная. Там вот эти стихотворения, такой беспросветный мрак. Вот это вот называется номер 4 самоубийца. Какая прелесть. И поет сопрано. Там два солиста сопрано. Да-да-да, я помню. Ну, прежде чем идти, конечно же, на эту симфонию и слушать первый раз, надо обязательно подготовиться. Надо прочитать стихотворения все эти обязательно. Надо почитать историю создания. И так же, как к любому произведению. В общем, если ты идешь на серьезный концерт, желательно идти подготовленным. Потому что просто так ты ничего не поймешь, тебе будет неинтересно. Одну маленькую ремарочку насчет 14 симфонии. Мы как раз в Камерном оркестре консерватории, в мою бытность, по-моему, на втором курсе, решили играть вот это произведение. И репетировали неизвестное количество раз, а концерт должен был быть с Максимом Шостаковичем. И вот мы репетировали, и никто ничего сыграть не мог. Потом пришел Максим, сказал, если завтра все не будет выучено наизусть, всеми, то концерт отменяется. На следующий день все все выучили и прекрасно сыграли. Молодцы, молодцы. Ну, китайский язык студент же учит за ночь. Вот примерно такой же вариант был. Да, 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 да. Ладно, я попробую сыграть. Короче говоря, певица поет страшный текст. Она поет о трех лилиях, которые растут на ее могиле. То есть она самоубийца. Три лилии на могиле моей без креста. И как жизнь моя проклята, их красота. И в конце этого номера полный депрессия. В конце этого номера играет контрабас. И бьет колокол в конце. Сейчас вы услышите, наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Душа раздирающая. А вообще, касательно контрабаса, еще в трактате Берлиоза, который вышел в середине 19 века, трактат о симфоническом оркестре. О оркестровке. Это Библия, так сказать. Вот именно в этот момент был сформирован современный симфонический оркестр. И там написано. Я, конечно, хотел процитировать. Ну, ты на память расскажи, мы тебе поверим, что это примерно так было. Там очень интересные строки. На самом деле, вот этот трактат потом переиздал Рихард Штраус. И это Штраус добавил от себя, что выражать мрачное, жуткое раздумье, подавленность, вот что в высшей степени свойственно контрабасам. Какой образец. Так, хорошо. И это правда. В оркестре обычно нам дают именно такие партии. Тогда вопрос. Это влияет как-то на профиль личности контрабасиста? Вот такой репертуар? Нет. Не влияет совершенно никак. То есть, веселье вам не чуждо? Нет, ну, во-первых, у нас много другой музыки. Просто она не на первом плане. А здесь говорится о том, что когда надо что-то показать, еще Римский Корсаков в своем учебнике по оркестровке 2013 года, он тоже самое писал, что мрачного жуткого тембра, инструмент, и солировать ему не давать ни в коем случае. Ага, а то все просто... В особо редких случаях можно давать солировать контрабасу и альту. Ну, может, это было с чем-то другим связано, эта мысль? С недостатком, так сказать, профессионального подхода к исполнению в тот момент? Да, там написано, что, конечно же, первые солисты, они обязаны быть технически немного более продвинутыми. Но даже они не всегда справляются. А Берлиоз писал, что нельзя ни в коем случае отрывать контрабас от виолончели. Контрабасы, группу контрабасов. То есть, если виолончели замолкают, контрабасы лучше тоже оставить в покое. Все войдет. Так, хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, вот про что. Ну вот именно про роль... Вот мы уже поняли, что трагические ноты, депрессивные, это все вот... Это наши, да. А бывают ли варианты в оркестроле? Оттеллы еще бывают. Оттеллы. Можно попробовать немножко? Конечно. Я бы хотел его, конечно, на итальянском контрабасе сыграть. Ну давай на итальянском, раз у нас есть такой выбор прекрасный. У нас есть итальянский контрабас. Это контрабас французский. Так, я могу помочь как-то? Это контрабас французский. Я даже боюсь сказать вам, он 18 века. Этот контрабас 20 века. Он сделан в 1985 году. Да, какой-то молодой. Да, у него есть имя даже. Его зовут Игнацио. Здесь написано, что итальянский мастер в городе... В итальянском городе. Но не в Кремоне, конечно. Это город Равенна. Марио Бандини сделал этот контрабас в 1975 году и назвал его Игнацио. Что значит Игнат по-русски? Да, мы знаем таких Игнатов. Сейчас, одну секунду. Все, сейчас мы закончим с депрессией. Только я сыграю чуть-чуть из Оттеллы. Потому что это невозможно не сыграть. Тем более, что эту оперу мы никогда не играли. Да. 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 Скрипит. Опять скрипки. Скрипит. Правительно. Так, переходим к водным процедурам. Да. Я покажу несколько стилей. Ну, то есть, как бы, приемов игры на контрабас. Давай, интересно, конечно. Например, вот пицциката. Очень хороший прием, не знаем, что это. Все думают, что пицциката появилась, когда появился джаз. Так. Но на самом деле, конечно же, это не так. Не, ну, пицциката вообще появилась, когда еще гитары появились. Первые вот эти люди. И сильно раньше даже. Да. Ну, на контрабасе именно, вот, например, Петр Ильич Яковский написал замечательную третью часть полностью пицциката, и она играется всем оркестром струнными без смычков. И, конечно, это все. И, конечно, это все. круто круто я хотел флажолетами поиграть немножко поиграй ну чуть-чуть поиграй флажолетами давай что такое флажолеты прошу я беру сольный контрабас так этот контрабас у нас уже немножечко другой он он у нас 19 века это чешский вас мастер дворжика из праги 800 85 года мой известная фамилия мой любимый контрабас я поэтому иногда ставлю на него сольные струны то есть для для большей яркости струны иногда делают тоньше и они нас чуть чуть выше настраиваются то есть неважно в общем это как раз относится к тем сольным произведениям которым о которых мы говорили потому что обычно когда контрабасиста выходит играть с вортепиано или соло он хочет поярче немножечко звучать чем даже у сенцанцев карнавале животных когда сольный номер контрабаса слон честно говоря там провал наблюдается по динамике потому что то вступает рояль так помпезно помпом вот этот вальс и и вдруг вдруг контрабас где-то там где-то внизу и в общем конечно же недостаточный уровень звуку недостаточный так а здесь у нас достаточно хотелось погромче ну чуть-чуть поярче ну давай покажи нам ну вот касательно флажолетов сейчас я сыграю кусьевицкого чуть-чуть из второй части и там переход на флажолеты на флажолеты на флажоле на флажолеты СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, еще есть несколько приемов, конечно же, чаще в оркестре. Например, понтичелла, да? Это когда надо испугать кого-то, вот как раз функция контрабаса наступает, то смычок опускается ниже к подставке и играется вот такая... Ужас. Просто ужас. И иногда вот так, это уже современная музыка начинается, когда вот всякие вот такие приемы используются игрой тростью смычка. Или, например, вот здесь. Красиво. Мне ни разу не попадалось такое произведение. Да? Ну, напишем, что же написать. Нет проблемы. Ну, это очень тяжело играть. Гена, а скажите, пожалуйста, известны ли вам какие-нибудь анекдоты про вашего брата? Ну, приличные, по возможности, конечно. Ну, если честно, я вообще... Хотя у нас есть пик. Я вообще очень плохо запоминаю анекдоты. Так, ну, из того, что ты запомнил. Ничего не помню. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. В двух словах, да, как ты пришел К контрабасу, потому что я очень волнуюсь У нас батарейка отключится Давай начнем с того, например, сегодняшнего момента Можем реверс Я сейчас играю на контрабасе Хочу ли я, например, играть на виолончели Одновременно на скрипке и на каком-то еще другом Смычковом инструменте Я отвечу нет Нет, потому что, в принципе, это одно и то же Вот, например, я люблю играть на гитаре Потому что принципиально они отличаются И там можно играть аккордами, и пиццикатами Это совершенно немножко другое Мне этого хочется Играть на виолончели мне кажется тем же самым Что играть на контрабасе То есть я имею здесь практически те же возможности Ну, в общем, играл я раньше на виолончели Соответственно, да Но перешел на контрабас Больше ничего как бы интересного Я знаю, что на виолончели некоторые умеют играть полет шмеля Ах, вот оно что Да, а на контрабасе вот некоторые не умеют Катя, ты не вовремя Я не вовремя? Нет Мне надо заменить инструменты Давай заменим Клажелеты были здесь Так, ну у нас для каждого Так сказать, процесса А теперь будет немножко матовый Матовый звук Что такое? Да вы чего? Чего вы тут дураки такие? Какая-то что-то не говорят Ну ладно, что уже есть надо Катя, слушай Так, нету? Вообще у нас целый зоопарк существует Есть и слон Мы вчера слышали его на тубе Это обычный вальс на самом деле Ну просто он смешон тем, что его играют на контрабасе На самом деле, там не надо играть на рояле Вот эти вот мощные аккорды Куда-то что-то такое Это просто вальс Так, хорошо, а что еще? Еще есть что? Вот Знакомая музыка Как-то так Давай как-то Ну это я велончельную партию сыграл Да, я понимаю Мне просто она нравится Ну, шмеля, шмеля, конечно же Написан для оркестра на самом деле Да-да-да-да С роялем он звучит, конечно, лучше Но примерно так Ну и так далее Ну и так далее Я хочу сказать, что мы присутствуем при особом, так сказать, процессе Потому как Некоторые двух нот связать не могут, понимаете, на контрабасе А у нас тут Такой вообще Это было сыграно с ошибками Нет, это для записи Это было очень круто Это просто я вот Случайно подошел к контрабасу и сыграл Мне не понравилось Мимо проходил Сыграл Так, тогда давай Вот расскажи, пожалуйста Ну вот раз Все так хорошо на контрабасе получается И флажелет И пиццикат И вообще Вообще универсальный инструмент Так, вот немножко об этом Универсальнейший инструмент Он даже отчасти является ударным инструментом И не в том смысле, что по нему бьют Кстати, некоторые композиторы, да, они выписывают ноты А смысл в том, что Мы сейчас плавно подходим к дуэту Смысл в том, что Очень часто партия литавр дублируется на контрабасах И в принципе звук пицциката контрабасов Он очень похож на звук литавр А, да, действительно Но это если хороший контрабас, тогда резонирует Ну, если целая группа Это очень красиво звучит То есть, как бы мы держим ритм постоянно Самая главная группа в оркестре Это, конечно, контрабасы С точки зрения ритма То есть, если там сидят люди неритмичные То оркестр гимит Нет, я же так сказал Если контрабасы замолкают То оркестр становится намного тяжелее играть В ритме А когда контрабасы начинают играть Вступают, то все как бы Так, а скажи мне, пожалуйста Ну, вообще, вот ты так описал Такой прекрасный инструмент И люди, которые на нем играют Естественно, они, так сказать Испытывают влияние инструмента на себя Расскажи, вот, пожалуйста, нам вот сюда Почему контрабасисты самые прекрасные Самые лучшие люди? О, это отдельная тема Контрабасисты Люди очень сердечные Заботливые, дружелюбные Они поддерживают друг друга постоянно И делают это с удовольствием Помогают Делятся последними Всем, что у них есть А что у них есть? Ну, вот, канифоль, пожалуйста, тебе Пирожки? Пирожки Могут отдать машину Контрабас дать поиграть В конце концов В любом случае Мы часто просим друг у друга инструменты А можно я поиграю? Катя, вот только на этом, пожалуйста, ладно? Я хочу Так, это у нас сейчас Подожди, нам нужно Чтобы ты меня научил Я, конечно, с басовыми инструментами, так сказать, знакома Но не так, чтобы прямо совсем... Сейчас я тебе сразу дам... Мастер-класс Мне нужен мастер-класс Да, мастер-класс Мы исполним с тобой партию литавр Из первой симфонии Малера Мама дорогая Значит, литавры играют всего две ноты Малеры я, кстати, еще не играла Третья часть начинается с двух тактов Которые играют литавры А потом вступает контрабас И причем Там очень длинная история Про это соло Что звери хоронят охотника Что они потом переходят в пляску Контрабас как бы сначала Очень напряженно ведет эту тему Вздыхает А потом Они подхватывают Подхватывают разные инструменты И в конце концов Начинается танец Вот А контрабас вступает первым И Малер говорил Что я специально даю Чтобы была напряженность в звуке Я специально даю инструментам Играть в не свойственных им диапазонах То есть контрабас я специально поднял А флейту я специально опустил вниз Как только не издеваются над людьми Да Давай попробуем Значит, у нас вот идет Вот так Так Пробуем Второй Так четыре раза И Поехали Поехали Ты была пьяная, извините Ну и дальше Я могу дальше Какая-то грустная музыка А есть веселее Что-нибудь под этот аккомпанемент Это я партию Габоя сыграл Ага Так Знаете, давай так Мастер-класс Экспресс-метод От Гены Крутикова Значит, экспресс-метод Как, вот допустим Я взяла первый раз в жизни Контрабас в руки Вот что мне нужно знать Чтобы мне начать издавать Некие более-менее приличные Приемлемые звуки Ну, в общем, смотри Если это современная музыка То знать вообще ничего не обязательно Надо под настроение Просто подстраиваться Если веселая какая-то музыка То можно быстро играть То есть вот Да-да-да-да-да Иногда нажимать левой рукой на струны Но желательно сильно давить Так, вот значит Если я не умею нажимать на струны То что я должна делать? Вот я не умею Надо тренироваться За одну минуту не научишься Ну ладно, хорошо Будем думать, что я потренировалась Пальцы очень Вообще это очень сильные Нужно руки иметь Да, они должны быть Очень натренированные пальцы А как вот женщины играют на контрабасе? Вот это мне не ясно до сих пор Тренируются На кошках? Так, ну хорошо И значит я, допустим Это какие ноты? Мы сейчас пиццикаты занимаемся Хорошо, давай, пиццикаты Давай, пиццикаты Значит, смотри Если это страшная музыка Страшная, да? Короткие вспышки Давай, резкая Раз Два раза Ой, очень сложно Два-два Еще раз Можно двое пальто? Да Вот, нагнетается А вот это вот дребезжание Смотрела фильм Дрена Карпентера Нечто Про Антарктиду Где полярная станция Да-да, ужасный Ужасный фильм Юга Все время Смех И там вот весь фильм Контрабас Играет всего одну ноту Это на лейтмотив Вот этого фильма Звучит так вот Звучит так вот Да-да-да-да-да Что-то я вспоминаю Точно Ой, это у меня почему-то другая нота А, у тебя пять струн К сожалению, нет И вот так За это, кстати, авторский гонорар получил Джон Карпетер Он автор музыки к этому фильму Какая прелесть Я тоже хочу такую музыку сочинить Я могу? Можешь пересмотреть Ты убедишь, что я прав А можно что-нибудь еще Из отечественной... Например, фильм «Челюсти» Знаю, знаю «Челюсти» Хороший фильм Там тоже используется Очень часто вот это Какой ужас И правда Страшная музыка Ну, на самом деле На самом деле Автор этой музыки Конечно же Он украл ее У Прокофьева Из фильма Александр Невский Потому что Этой музыкой Александр Невский Обрисовал Сцену «Ледового побоища» Это факт Там просто немножко другие ноты Там брать диез, по-моему То же самое Вот так А здесь Ну, не важно Ну, в общем Фантазия композитора Была, так сказать На высоте Или же вот Всем знакомый С детства Музыка Литмотив Ну-ка И свет погас Сразу Именно поэтому Ну, вот примерно так Отлично Как? А я умею? Да, очень легко Да Ой, я тут хочу Вот мастер-класс совершился Так, сейчас-сейчас-сейчас Мне нужен свет Так, как там Ре-соль-де-силь Потом А-а-а, смотри-ка На третьей стороне Во, все Как прелесть Талантливый Ты ученица, да Я просто много И можно сыграть с глиссандой Это будет даже как-то звучать Нет, я люблю Я люблю глиссанду Вот так Вот, очень хорошо А какая красота Долго он вибрирует А вот ниже уже хуже Вот за это любят люди контрабас Так, хорошо А вы уже ушли, что ли? Или мы пишем еще? Тебе надо блиц-опрос сделать Как у Познера Что тебе нравится? Мажор или минор? Да Сейчас, отлично Сейчас я спрошу тебя про это Или Играть в ансамбле Или в оркестре? Ну, это же логично Так, сейчас секунду Абсолютно не логично Нет, не факт Есть концерт Детерсдорфа И он знаменит Тем, что именно в этом концерте Упоминается в пьесе Зюзкин да контрабас Эту пьесу я прочитал очень давно Когда она только появилась У нас вся кафедра читала Потому что о контрабасе Не писал никто никогда Ну, конечно, довольно депрессивное произведение Ну, как и музыка Которая для контрабаса Да, да, да Ну Но читать было интересно Главный герой выпивает пивка И он начинает играть этот концерт на контрабасе Так, так И грустит при этом Потому что у него ничего не получается А можно посмотреть, как должно получаться? Субтитры сделал DimaTorzok Правильно Да, так я не удивляюсь, почему он так грустил Потом что там Это он скрипком отвечает И дальше У некоторых так ну и ланчель не получается Я хочу купить Вот, чтобы у меня дома стояло Я играла детерсдорфа каждый день И пригубляя пиво, расстраивалась Катя, я тебя отправляю в какой-нибудь интернет-магазин У нас, слава богу, сейчас в Москве появляется Я очень этому рад Появляется, например, Крымов такой Андрей Который мне тоже помогал Я ему позвонил и сказал А у тебя есть струны, там астика На которых я хотел попробовать поиграть Он сказал, приезжай, конечно Ты сможешь поиграть, попробовать эти струны В общем, хороший парень И у него есть много контрабасов на продажу И к нему можно обратиться В целый салон Ну это я не знаю Вообще друг дружки продают, конечно, люди Иногда задорого, иногда кто-то миллион хочет Миллион рублей Да, рублей Ну он хочет, ему дают потом от миллиона Или он просто хочет? Раньше за 100 долларов можно было купить контрабас Но раньше... Использовать его как шкаф ведь можно, в принципе Нет, вот это я не очень люблю Ты не любишь? Когда издеваются над инструментами Я согласна с тобой Я только не прошу Это у меня как-то... Особенно, когда его в цирке крутят ногами Это очень страшные кадры Да? Ну вообще это жестоко, да, я понимаю Какая самая высокая нота, самая низкая нота? Если у нас, допустим, пятиструнный контрабас У него больше возможностей Самая низкая нота, это си По-моему, это называется субконтрактава Вот я его же... Да, самая высокая, да там нет предела совершенства Композиторы некоторые указывают в нотах Сыграйте самую высокую ноту Ну точно попасть, конечно же, затруднительно Это... Район вечной канифори Я думаю, что это где-то кончается Где флажелеты кончаются на этой струне Вот там... Это что за нота была? Ну так примерно Си Си Р, Р, Р Ре Вот там, да, и вот Ре Объясни людям, для чего нужно ходить на концерт? Почему нельзя дома лежа на диване его послушать? Ну, во-первых, ты находишься среди людей Которые тоже пришли на концерт Во-вторых, в зале совершенно по-другому звучит Чем на пленке И чем по радио Вот, например, контрабас Вообще Очень труд с трудом передается С помощью трансляции И записи компанг-дисков Если вы хотите услышать нормальный симфонический оркестр Конечно, надо слушать в зале Живьем Потому что это совершенно другое звучание Ну и когда на запись происходит Ставятся микрофоны Прямо рядом с инструментами Это не всегда передает правильный баланс Это какое-то идеальное звучание получается Как на обложке глянцевого журнала А когда ты приходишь на концерт Ты видишь Какие-то помарки возникают Это неизбежно Это даже интересно Потому что это живое исполнение Все же мы люди И что-то, что-то вышло хорошо И сегодня там Может быть, вот эта вот фраза Как-то получилась Это не очень Надо для этого знать, конечно, музыку Хорошо Если ты приходишь на какое-то новое произведение То надо его заранее изучить И вообще надо познакомиться С симфоническим оркестром Надо знать, какие инструменты Как играют Что сейчас звучит Как вообще строится симфония Сколько частей К побочной партии Но это уже, конечно, такие тонкости Но если это люди будут знать То им будет очень интересно Ходить на концерт Очень В общем, нужно больше информации Так Хорошо Можно, конечно, ходить с другой точки зрения Некоторые ходят на личности, например Пойду я сегодня послушаю Спиваков Или Мацуева Плетнева Ну, тоже Козловского Там раньше ходили слушать Лемешева и Шаляпина Но через эти личности Все равно человек должен прийти В конечном итоге К углубленному изучению Вот этих вот произведений И инструментов Но ты думаешь, это нужно? Может, мне это, например, не нужно? Я, например, думаю Зачем мне вот это надо? Есть ли какое-то понимание? Вот вообще, допустим Что такое классическая музыка? Вот если мы объясняем Это человеку, который Открыт, скажем, для знаний Который не говорит, что Нет, мне это не надо Да, который открыт Вот в чем преимущество Или в чем смысл того, что я должен знакомиться Или мне бы хорошо, бы все-таки лучше познакомиться? Ну, это то же самое, что с простой мелодией И со сложным произведением, Катя Это сложно с первого раза понять Если ты слушаешь какой-то вальсок То ты просто в восторге от него Первый раз, второй раз А третий, четвертый Ты уже все больше не можешь его слушать И этот вальсок нравится людям Обычным А если это симфония Или, я не знаю, какой-то композитор Который вкладывает туда очень много смысла Штакович, Прокофьев, Бриттон Там, не знаю, еще кто Многие То надо несколько раз послушать, конечно Ты хотел ответить мне на Блиц Только очень, значит... Ой, да это я пошутил А почему нет? Ты что больше любишь? Мажор или минор? Я сейчас люблю мажор А раньше? Но раньше, когда я был молод Я очень любил минор То есть песни, мелодии Составляли о чем-то задуматься Таком далеком А мажор, сейчас это хорошо Это хорошее настроение Наверное, не хватает хорошего настроения И я люблю теперь мажор Отлично И мы теперь тоже очень любим мажор Прям вот с сегодняшнего дня Просто все тотально Особенно я люблю мажор у Рассини Мажор у Рассини Да Ну давайте нам несколько нот Когда звучит Рассини Сразу как будто солнце выходит из-за туш И накрытый стол с прекрасными явствами Хорошая погода В общем, это такой позитив Поэтому... Можно нам две ноты из Рассини? Катя, я, честно говоря, не думал о Рассини У нас же есть знакомое одно произведение Можно оттуда... Ну что-нибудь... Ну, такое маленькое... Нет Нет Нет, я не хочу Это будет не та иллюстрация Это неправильно Я говорю сейчас об аркестровых... Мы проиллюстрируем У нас есть Рассини Об аркестровых увертюрах Проиллюстрируем Не надо путать То, что он писал на заказ И для одного инструмента Он писал еще Шесть сонат Рассини, например, очень хорошие Там тоже контрабас активно участвует Там нет Альтов, по-моему Или кого-то там нет Неважно Кого там нет? Кто все эти люди? Но я говорю именно об опере А вот об увертюрах Его вот этих позитивных А у нас, извините, был дуэт Рассини Да Так я вот на него так жирно намекала Но мне кажется, это вполне себе позитивная музыка Нет, нет, позитивная Позитивная очень В смысле, она иллюстрирует ровным счетом то, что ты сказал Да, но его надо играть по нотам и с велочелью У нас сегодня только контрабас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво Это Мендельсон Не хочешь пригласить людей на концерты Российского национального оркестра? Конечно хочу Вот пригласи, пожалуйста, отдельно от меня Вот мы отрезаем Нет, не хочу Нет, ну подожди Давай мы пригласим Мы должны Не знаю, к этому должен каждый сам прийти Несмотря ни на какие приглашения Вы должны сами захотеть прийти на этот концерт Если вы хотите меня увидеть на сцене И увидеть Михаила Васильевича Плетнева И просто хорошую музыку послушать Веселую Нет, не веселую Хорошую музыку Обычно Михаил Васильевич исполняет ее немного грустно Вот это надо вырезать Веселую Наоборот, это как раз очень хорошо Так, веселую музыку Про Михаила Васильевича это зря Так, не хочет тех Вот нас, между прочим, уже пригласили на концерт Короче говоря Ну, с оркестр уже пригласили Я не знаю, что Во-первых, что мы будем играть Да какая разница Мы же приглашаем просто вот на коллектив Это же коллектив-то, понимаешь, один номер один Я никогда не занимался менеджментом А все никто не просит менеджментов Я лично готов играть вообще при пустом зале Мне просто нравится играть музыку Это очень вредное убеждение Придет концерт Я не знаю, все Хватит Отлично Габриэль, сделайте мне фотографию, пожалуйста Срочно, на его айфон Какая ты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому